Сейчас я запущу. Добрый день, коллеги. Ну, я, так сказать, перейду к теме, которая у нас заявлена на пленарном заседании, дополнительное образование в условиях стресса. Постараюсь говорить как можно меньше о политике, но вы сами увидели, что, как оказывается, геополитика у нас во всем. И вот кому и как не нам, как раз пришлось понять, что нужно искать, определяться в новой системе координат. И стало, конечно, понятно, что вот с определенного момента изменилось очень многое, прежде всего, в информации. Она будет перемещаться по-другому, будет возникать совершенно новый информационный ландшафт. И на это и мы должны иметь ответы. Ну, и, так сказать, как оказывается, мы здесь на рядовом рубеже. И, в общем-то, быть изолированным в мире, это не впервой. Если мы вспомним 100 лет назад, Россия не имела вот в данный момент ни одного договора соглашений с иными государствами. Абсолютно была изолирована. Но за 100 лет все-таки очень многое поменялось. И что поменялось, это качество коммуникации, связанности всего со всем. Вот это и создает совершенно и стоит по-другому проблему. И вот это новое качество коммуникации, которое создали информационные технологии, получило название глобализация. Что это вот за новое качество связанности? Во-первых, скорости коммуникации. Да, мы знаем, это скорости света, которая нас связана. Единые технологические основы и платформы коммуникации. Мы живем с вами на Google, Facebook, Meta и так далее, Windows. В общем, это все как бы одна платформа. Монолитность единой финансовой системы. Тоже очень трудно представить, как здесь что-то можно порвать. Вот такая настала. Планетарные структурированные экономики, производственные цепочки, разделение труда. И это все тоже обусловлено IT. Ну и, наконец, интенсивные информационные обмены, в которых мы живем, за которые мы с вами отвечаем и, собственно, о которых и пойдет речь. Итак, то, что на сегодняшний день сформировалась глобализация, это режим международной интеграции и коммуникаций, придающий планетарный масштаб базовым экономическим, социальным и политическим процессам. И кроме вот этой технологической основы IT, есть еще такой момент, драйвер глобализации, это та идеология, которая все это принесла либерализма, европейские ценности, права человека и так далее. Вот здесь, в этом моменте как раз и возникло непонимание. И еще в 90-х годах Самуэль Хантинг, он известный политолог, обозначил вот эту проблему, говоря о конфликтах глобализации, порожденным слишком тесным контактом между различными цивилизациями и с балансами экономического и политического поля. В связи с, прежде всего, с угрозой исламского терроризма. Вот прошло время, оказалось, что это не единственная проблема в этом глобальном мире. И, собственно, то, что произошло сейчас и в чем мы, так сказать, с вами хотим или не хотим, поучаствовали, это некий шаг, тут можно спорить, это шаг вперед или шаг назад. Но то новое состояние я бы определил термином постглобализация, оно постепенно возникает и наполняется своими смыслами. Что я понимаю по постглобальным обществам? Это некое снятие в гегелевском смысле вот той прошлой стадии, той концепции глобализации, при которой происходит сохранение технологической коммуникационной основы того, что мы построили, и отказ от идеологических амбиций и надстроек. Но, возможно, это или нет, мы посмотрим. То, что силовое разрубание каких-то запутанных услов и безвыгодных тупиков и раньше существовало, и сейчас, как оказывается, возможно, мы с вами видим. И мне кажется, вот сейчас как раз и ставится такой глобальный эксперимент, можно ли в глобальном обществе выжить в условиях информационной изоляции. И два ответа. Если глобализация есть, выжить невозможно. Если глобализации нет, то, наоборот, невозможно критически изолировать. И, соответственно, лишние разговоры. Но вот в этих двух ответах, как бы, противоположных, на самом деле, одна концепция, или глобальное включение всего во все, или, наоборот, глобальное исключение всего из всего, что, на самом деле, эквивалентно друг к другу. А совершенно третий путь, и, как правило, реальность идет по нему, если было неполное включение, то и исключение будет неполным. И то, что мы с вами сейчас каждым днем изучаем, как бы, на своем уме, и эту вот гипотезу проверяем, здесь сталкивается вот два таких ключевых факта. Ну, первое, санкции изымают только магистральные цепочки. И мы видим, что там уходят из России, прежде всего, связанные с политикой глобальной международной корпорации, глобальной бренды, и это примерно в разных отраслях плюс-минус 30% агентов. А остается сеть локальных связей. Ну, условно говоря, артерии перекрыты, остается венозная система. Вот будет ли она работать. И то, что вот возникает в этом случае, тоже политологами названа глокализация. Регионализация и так далее, то есть глобализация в другую сторону. И на самом деле то, что мы с вами построили, вот это коммуникационное сетевое общество с его сетевым ландшафтом, оно и дает здесь надежду и путь, и тут и надо проверить, насколько оно работает. Информационный ландшафт глобального общества определялся формированием базовой, единой магистральной инфраструктуры информационных технологий. И это прежде всего что? Общий интернет, единые стандарты, единые регистраторы. И там не все, наверное, знают, что вот то, как оно образовывалось в Америке, оно так и на одной платформе строилось. Единые точки привязки, ну вот, например, реестр доменных имен, на котором работает интернет, работает юрисдикция штата Калифорнии, и вообще половина всех этих глобальных IT-интернет вещей – это вообще штат Калифорнии. Дальше, единое системное ПО, как мы называли ИКЛА в основе работы всех устройств Windows и так далее, единые платформы, опоясывающие мир, и мы вот все знаем тоже их юрисдикцию. И, конечно, когда-то бы это уже не сработало. И первой ласточкой на самом деле было вот не наше событие, а этот пресловутый китайский фаервол. Вот, собственно, тогда и началось расщепление вот этих монолитных основ, решений, платформ. Пришло время, что вот этот монолит начал раскалываться. И, собственно, уже можно сейчас видеть, провидеть будущее, что IT-инфраструктура будет расщепляться на культурно-цивилизационные миры так же, как расщеплены все языки и так далее. Вавилонское такое смешение, вне которого мы не можем жить. И, собственно, вопрос правомерный, неправомерный. Есть ли право претендовать на монополию в критических технологических решениях человечества? Будет возникать спор на этот счет, будут возникать свои IT-континенты, как когда-то возникли и существуют цивилизации. Ну а преодоление заторов возникающих будет происходить на путях сетевого общества, сетевого обхода вот этих магистральных артерий. И здесь как раз должна работать логика сетей, которые обходят эти мертвые зоны. И я здесь ссылаюсь на социолога Роберта Берта с его идеей структурных дыр. В любой сетевой структуре, когда возникают такие разрывы и прорывы, сетевая структура обходит их благодаря обилию сетевых связей. Ну вот, как пример, вот эта дыра ищет всяких побочных обходов. И вот если мы, ну существует много способов визуализировать вот эту новую мировую связанность, пройдем по неким примерам. Вот это, например, карта ночного неба, так сказать, из комнаты, из космоса. Как светятся города, это источники энергии, вот вообще, чтобы деятельность, которая происходит в мире, и где она происходит. И мы здесь видим вот те основные источники энергии человечества. И, соответственно, накладываем, что происходит, если одни уходят, другие остаются. Или еще более наглядный вид автодороги мира. Вот насколько мир связан друг с другом. Это практически полностью покрыт. Железные дороги – это уже такие более мощные системы. Да, здесь меньше, и, кстати, видите, наша территория вполне себе такая пустая. Морские пути, как видите, самые плотные, оказывается. Вот везде здесь нужно будет находить сетевые обходы, воздушные пути, особенно критический путь. Ну и ближе к IT – карта размещения серверов. И мы видим, что здесь как раз в области IT, вот именно в тех регионах недружественных, концентрируются основные мощности, но остальные, в общем-то, тоже немножко светятся. И вообще, карта интернет-коннектов, как связан мир, хоть и где-то светлее, где-то темнее, но, в общем-то, весь мир покрыт вот этими сетями, которые можно обходить. И, в общем, на выходе мы видим, что вот тот красный – это вот города мира более-менее крупные, как распределено человечество. Мы видим, что, в общем, чисто территориально и по людским контактам только один какой-то блок в красной зоне, и довольно много существует в зеленой. Вот, тем не менее, вот, накладывая эти разные визуализации, вы видите, что в одних местах где-то критически светится только вот в тех, в Америке, в Европе, в других где-то появляется свет. Ну, я хотел бы особенно обратить внимание на Африку. Во всех этих картах она практически никак не проявляется. Как будто там нет энергии и нет людей. На самом деле энергии действительно нет, там фонари не стоят. Но вот я был когда в Африке, я вам скажу, вот нет другой части мира, где столько много людей. Это просто вот этот миллиард африканский. Они все время на улице, они все время движутся, там все время что-то происходит. Это просто настоящий муравейник. Хотя вот здесь он не отражен. Ну, он и, соответственно, есть континенты, которые уже исключены из этой связности. Вот сейчас речь стоит и о нас, и нас, конечно, будут, санкции будут стремиться изъять из глобальных коммуникаций в технологиях, финансах и информационных обменах. Вот теперь подробнее немножко об информационных обменах, которыми занимаемся профессионально именно мы с вами. Информационные обмены я называю циклы, объединяющие обмен знаний, технологий и культуры. Вот это ключевые сферы. И, конечно, угроза информационным обменам – это угроза остановки общества как такового, преткновения технологического развития, остановка научного взаимодействия, воспаление культурного образовательного обмена. В общем, это, конечно, ужасно. Но что тут тоже надо помнить, что под ограничение подпадает не только тот, кого отграничивает, но и тот, кто отграничивает. И изоляция России, она одновременно означает не просто изоляцию, а откалывание и западной цивилизации. И, думаю, это плохо, как говорится, для всех. Вот как пример, что такой гигантский континент, как Африка, на самом деле, тоже уже исключен, ну и давно, соответственно, из этой циркуляции знаний, технологий не по каким-то юридическим причинам, а вот чисто в силу финансовой неспособности. Вот, соответственно, эксклюзия России приведет не просто к изоляции России, но к угрозе вообще раскола планетарного единства. И вот эта вот угроза информационного раскола планеты, мне кажется, это самая большая опасность, то, что поставит под вопрос существования основ современной цивилизации. И здесь нужно задуматься, как говорится, всем. А теперь, какие вот конкретно информационные обмены испытывают на себе перегрузки? Ну, в первую очередь, наука. Потому что мы знаем, наука – это продукт международной кооперации. Начиналось все с латинского языка, и, собственно, ничего не изменилось, и наоборот. И международный информационный обмен – условия нормального функционирования науки. Отечественная наука, я бы сказал, это акшемарон. Да, может быть, в сфере гуманитарной и какие-то там, как метафора, отечественная наука. Потому что гуманитарная наука – это дискурсы, а не результаты. Это социальная, культурная, локальная функция. Ну, а в естественных технических науках, мы с вами понимаем, все они завязаны международной сотрудничеством, и в ней его не имеет смысла. Поэтому, конечно, международное участие в научной коммуникации невозможно прекратить, не прекратив науку. Здесь нужно держаться и позиции, как говорится, создавать. Технологии информации. Здесь еще более критично. Обмен технологиями – это, по сути дела, цель научного обмена. Это также оборотная сторона обмена капиталами. А капиталы я бы тоже подключил, включил в информационные обмены. Потому что, на самом деле, это тоже IT-информация. И выпадение из глобальных финансовых обменов – это сегодня основной рычаг санкций – ставит цель как раз по удару по технологическим обменам. Вот технологическое отключение – это на сегодня наиболее опасная угроза, чреватая экономическим доставанием всеми-всеми плохими вещами. Надежда на компенсаторные механизмы, на импортное замещение. Понятно, это только частичное. В общем, обмен технологией… Константин Николаевич, прошу придерживаться регламента. Да, я уже близко. В общем, защищать всеми силами. Ну и третий аспект – культурные обмены. Межкультурный обмен, свобода СМИ, интернет и так далее. Вот здесь скорее не нам объявляют санкции, а мы готовы объявлять санкции. Санкции против недружественной точки зрения, против иных ценностей. Это тоже одна из причин. Потому что ограничителем информационного обмена являются идеологии, под которыми можно понимать принципы жизнеустройства. Цивилизации или жизнеустройства, они тоже защищают себя. Они нуждаются в информационных границах. И концепция безграничного информационного обмена, который навязывает западная цивилизация, она неприемлема для многих незападных цивилизаций. И вот этот протест информационной экспансии, он происходит от локальных миров. И первых я уже назвал «Исламский терроризм». Например, он черпает точно самое отсюда. И вот здесь бы я назвал ключевую ошибку глобализации. Культурные коды не передаются, они переводятся. Необходимо разделить информацию и культуру. И вместе с одним не требуется передавать другого. Культура не является информацией. Поэтому современная либеральная доктрина, она может себя манифестировать, но не должна себя навязывать. Иначе происходит вот такое. И, собственно, суть постглобального информационного поворота в том, чтобы определить личностные границы каждой цивилизации и не переходить за них. В общем, ну и последняя миссия у университетов в фокусе образования. Образование – это практически фокус, в котором собираются все эти обменные циклы знаний, технологий, культуры. И в условиях кризиса, конечно, миссии образования у университета преодолевать эти кризисы и привносить в мир понимание. Самой неправильной стратегией было бы отгораживаться, создавать свою какую-то уникальную систему образования, технологии, науки. В общем, в ответ на политику отмены нужно, напротив, исповедовать политику понимания, которая бы помогала восстановить разрушенные мосты. Ну и пару минут я вот конкретики бы посвятил. Буквально на прошлой неделе была крупная конференция библиотечная в Питере, где как раз анализировались ушедшие ресурсы, замены. Вот буквально суть, тут можно их увидеть. На самом деле, вот из нашей сферы ушло больше, чем откуда бы еще. Вы помните о национальной подписке, потеряно практически 97,5% на национальной подписке. То есть все практически ушли, и те, кто были в национальной подписке. Но национальная подписка, опять же, собирала в себя только самые крупные бренды. Остались множество инструментов, платформ, журналов. Ну, в частности, журналы открытого доступа составляют почти 40% на сегодня журналов. Так что вот эти сети работают, замены работают. То же самое в международном сотрудничестве университетов. Очень многое разорвалось связей, но очень много и осталось. И то же самое в онлайн-обучении и ДПО. Кое-чего ушло, но как раз вот здесь вот альтернативы наиболее уверенно себя чувствуют. Много российских проектов, остались открытые платформы. И вот здесь как раз технологическая уязвимость минимальна. И самое главное, хотя вот в плане настроения отмечено снижение интереса вообще к повестке саморазвития, самообразования. Но не отмечено технологического отказа отступления от онлайн-образования. И это остается магистральным путем. В общем, подводя итоги, мы сегодня находимся в точке геополитического поворота, когда информационный мир теряет свою гомогенность, целостность, единство, отождествляемость глобализациями. И современный информационный ландшафт теряет свойства общедоступного пространства. Он обрастает цивилизационными границами. И вот нам надо научиться жить на таких границах, строить, забыть, может быть, о безграничных транзакциях. Но, тем не менее, не превращаться в политическую диктатуру и пропагандировать санкции. В общем, это мир расходящихся информационных континентов, а не единой гондваны. И последнее, что тоже нужно отметить, новый неоколониализм как раз проявился в IT-гегемонии западных держав. И надо понять, к чему нас привело время, что им нужно добровольно отказаться от этой гегемонии и передать ключевые IT-технологии во всеобщее планетарное пользование. Открытый код, открытые стандарты, открытый доступ. То есть знания и технологии не должны быть объектом наживы, они должны быть открытыми. Вот, собственно, такая моя рамочная основа. Спасибо большое. Есть ли вопросы? Да, у Дмитрия вопрос. Дмитрий Кречман, Геберметод, Санкт-Петербург. Мой вопрос по идее либерализма, которая была в самом начале в качестве посылки для дальнейших рассуждений. Мне всегда казалось, что основная эта идея глобализма, связанная не с либерализмом, прошу прощения, а с экономикой, глобальные компании завоевывают новые мировые рынки, входят в противоречие с локальными бизнесами, крупными, которые в Китае, в России не так давно условно появились. И это первопричина, это противоречие между глобальным бизнесом, который хочет захватить новые рынки, и локальными бизнесами, которые не хотят их отдавать. И вот можете прокомментировать, как-то, ну, либеральная идея, это все-таки про идеологию, да, не про экономику, в первую очередь. Ну, поэтому я говорю, постглобальная, это то, что останется в сухом остатке, да, в сухом остатке основная база, это экономические взаимосвязи. Ну, а возникало это, все-таки, я не соглашусь, была техническая основа, но всегда есть те, кто драйверы. А на основе чего они это все придумали? Как это рождается в голове? И, конечно, тут идею-диологию не отнимешь. Вот это на основе этой идеологии, первые все идеологи глобализма, они как раз в этом направлении работали. Ну, и, в общем-то, западные страны, они на этой платформе и создавали глобальную цивилизацию. Спасибо. Спасибо.